Интересно, как развивается реальный проект по созданию системы непрерывного улучшения. Хочешь узнать, с какими сложностями столкнулись команды непрерывного совершенствования? Почему любая команда всегда попадает в яму разочарования? Обо всем поговорим в этом эпизоде дневника проекта по развертанной системе непрерывного улучшения в группе компании Design Service. Посмотри это видео до самого конца. Всем мира! Меня зовут Сергей Лизин. Я консультант по созданию в компаниях систем непрерывного совершенствования. Я реализовывал проекты трансформации с такими компаниями, как Башнефть Геофизика, ДСК Автобан, Лукойл Западная Сибирь, МПЗ Ремит, компания Унистрой, еще в десятки различных компаний. Если вам интересно это видео, поставьте ему лайк, сделайте репост, подпишитесь на канал. Спасибо! Напоминаю вам, что консультационный проект, который я описываю, посвящен созданию систем непрерывного совершенствования в компании, направленной прежде всего на повышение операционной эффективности. В прошлый свой приезд я провел массированное обучение группой экспертов. И были запущены ряд проектов, направленные на оптимизацию двух офисных процессов, один был связан с производством. Четвертым является проект, в рамках которого сотрудники дизайн-сервиса должны были реализовать мероприятие по развертанной системе непрерывного улучшения. Пролетела пауза между моими приездами в компанию, и я приехал. Первый день был посвящен работе с командами двух офисных процессов. Мы прошли по всем мероприятиям, вышли в Гембо, чтобы понаблюдать за исследуемым процессом. Конечно, команды столкнулись со сложностями, которые неизбежны на старте любого проекта. И я обратил внимание на то, что у команд накопилась своеобразная напряженность, неудовлетворенность ходом проекта. Есть ряд причин, почему это происходит раз за разом в различных компаниях, с кем бы я ни работал. Одной из них является избыточный оптимизм на старте проекта. Такое явление имеет отдельное определение. Ошибка планирования. Это конгитивное искажение, связанное с излишним оптимизмом планирования и недооценкой времени и иных ресурсов для выполнения задачи. Излишний позитивизм планирования появляется в том, что когда мы начинаем что-то новое, мы искренне верим, что все будет быстро, что мы все сделаем легко и не будет каких-то особых препятствий. В жизни же, когда команды начали работать по проектам, они неизбежно столкнулись с различными сложностями, которые связаны с отсутствием опыта, невыстроенными пока еще процессами, управляемыми проектами, нечеткой ролевой структурой и прочими факторами. Еще раз повторюсь, это нормально. 80% проектов на старте сталкиваются со сложностями и различными отклонениями. Так как проекты на данном этапе посвящены анализу текущей организации процессов, то большинство технических сложностей были связаны и наскортированием потока, сбором статистических данных и анализом проблем. Практически по всем направлениям анализа возникли определенные сложности. Например, одна из команд столкнулась с тем, что отслеживал процесс, имеющий множество сценариев развития. То есть ход процесса имел различное разветвление, определяемое логическими операторами или шлюзами. Такие многосценарные процессы встречаются часто в любых процессах, но все же в офисных, пожалуй, чаще. Давайте рассмотрим пример. К вам пришла заявка клиента. Это может быть заявка от текущего клиента или от нового. Если это текущий клиент, то все очень быстро и просто. Если он новый, то процесс существенно удлиняется. Надо запросить у клиента документы, подтверждающие хозяйственную деятельность. Отказать, если он не вызывает доверие. Если же он будет благонадежен, то заключить с ними договор. Оформить карточку контрагента в 1С. При проверке задолженности текущего клиента у клиента может не быть просроченной задолженности, а может и быть. Если просроченная задолженность есть, то необходимо согласовать с руководителем отдела продаж возможность отгрузки. И от его решения процесс тоже может идти различными потоками. Как вы обратили внимание, в зависимости от ситуации процесс пойдет разными потоками, с разной продолжительностью от нескольких минут до нескольких недель. Если вы сталкиваетесь с такими сложностями при картировании, то выход из них я рекомендую следующий. Отслеживать для анализа лишь один конкретный сценарий. Или строить карты потока создания ценностей под каждый отдельный сценарий. То есть всего два варианта. С командами разобрались, какой именно сценарий отслеживать будет команда, и теперь особых проблем у них нет. Сложности возникли у всех команд со сбором статистических данных. Дело в том, что управленческий учет не отлажен. Данные не учитывались. Конечно, значение необходимое для статистического анализа можно собрать вручную, проводить непосредственные замеры. Это вполне допустимо. Ограничением является трудоемкость, ограниченность ресурсов для учета данных. Так как значительная часть необходимых данных имеет след в информационной системе, например, фиксируется время поступления, скажем, рекламации на продукцию, так и время закрытия заявки, то можно сделать отчет, который эти данные выводят для последующей обработки анализа. Несмотря на то, что проекты начали накапливать небольшие отклонения по темпу реализации, все они были урегулированы в ходе той недели, о которой я рассказываю. Еще раз вернусь к той напряженности, которая проявлялась на старте проекта. Сложности породили неудовлетворенность ходом проекта. Это подтверждается и оценкой счастья команды проекта, который я провел. И уровень этого счастья был невысоким. Хочу обратить ваше внимание, что это во многом нормально. Так чаще всего и бывает. Это объясняет одна из теорий, о которой я сегодня расскажу. Но прежде я хотел бы вас попросить поддержать работу канала. Так как для российских блогеров нет возможности монетизировать просмотры на YouTube, вы можете поддержать мою работу из России донатами через сервис Бусти. Ссылка на него будет под этим видео. Спасибо! Думаю, что многие из вас уже догадались, о чем идет речь. Это кривая Гартера. Графическое отображение цикла зрелостей технологий, представляющего собой поэтапный процесс, через который проходит любая инновационная бизнес-модель или технология. Кривая имеет пять участков, отражающих каждый из пяти фаз цикла. Так вот, я посмею утверждать, что любая команда проходит не один, а множество таких кривых. Поясню. Инновационный триггер – это запускающий механизм трансформации, то есть толчок, перечный импульс интереса к новации. Затем наступает фаза чрезмерных ожиданий или хайпа. Когда команда, например, прошла обучение, зарядилась новыми идеями, целями, на этом этапе люди очень эмоционально вовлечены, им кажется, что все дальше будет значительно быстрее, лучше, что у них все-все получится. Начав внедрять инновацию, работу по проектам, команды сталкиваются с проблемами, отсутствием опыта, неотработанностью процессов в части управления проектами. Их нахлёстывает рутина, и они проваливаются в яму разочарования. Им кажется, что новое у них не работает, и раньше все было как-то нормально. Это состояние называется яморазочарованием. Одна из ошибок на этом этапе – это отказ от новаций. Чтобы вырваться из яморазочарования, необходимо адаптировать новые знания и навыки, проявлять гибкость в решении задач проекта. Таким образом, двигаясь по склону просветления, который выводит команды на плату продуктивности. Так вот, судя по всему, команды дизайн-сервиса попали им в такую яму разочарования. И это нормальный процесс. Команды, столкнулись с первым кризисом развертанной системы неправильного улучшения, уверен, что мы обязательно из него выберемся. Очень надеюсь, что уровень счастья команды неправильного улучшения дизайн-сервиса будет расти раз за разом. Для того, чтобы осознанно анализировать на накапливе полученный опыт, мы с командами дизайн-сервиса используем супероружие. Им, по моему мнению, является ретроспективный анализ, который активно применяется, например, методология гибкой разработки Scrum. Ну и не только в нем. Я очень люблю этот инструмент и рекомендую использовать его всем. С командами мы последовательно отвечали на 4 группы вопросов. Первая группа. Как проходил проект? Какие события происходили? На этом этапе участники на стикерах писали события, которые им запомнились. Ну, например, сделали карту потока создания ценности, опросили участников о потерях, ну и что-то подобное. Могут быть какие-то эмоциональные моменты. Например, были встревожены, когда не понимали, что делать. Ну и прочие моменты, с которыми участники ретроспективного анализа хотели бы поделиться. Все стикеры вывешиваются на единое парковочное место и обсуждаются. Вторая группа вопросов следующая. Какой положительный опыт получили? Что получилось хорошо? Участники пишут на стикер, что, по их мнению, было положительным, что понравилось. Опять вносим все на парковку и обсуждаем. Третья группа вопросов. Какой отрицательный опыт получили? Какие ошибки были совершены? Цикл повторяется. Все пишут ответы на заданные вопросы. Кто также вешается на парковочное место и обсуждается? И последний, четвертый этап, когда мы отвечаем на следующие вопросы. Что необходимо изменить в работе по проекту? Что нужно сохранить? Какие выводы сделала команда? Это финальный этап ретроспективного анализа. И именно он позволяет командам учиться на основании своего опыта. Я всем настоятельно рекомендую применять ретроспективный анализ в своей работе. По итогам проделанной работы команды увеличили темп своей работы, устранили имеющееся отклонение. Что ж, на этом этот эпизод буду заканчивать. В следующем расскажу о совершенно неожиданном повороте в реализации конструкционного проекта. Как вам формат дневника проекта? Какие у вас сложности при реализации комплексных программ трансформации компании? Можете написать в комментариях. Напоминаю вам, что если вам понравилось это видео, поставьте ему лайк, сделайте репост, напишите комментарий. Поддержите канал Литя Про донатами. Ссылка будет под этим видео. А на сегодня это все. Вы лучшие. Всем мира. Увидимся.